ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Т-34-85. Его можно купить на ранге лейтенант 2-го ранга за 22 тысячи серебра или на младшем лейтенанте 1-го ранга за 1200 золота. Т-34-85, танк, который стоит приобрести каждому, несмотря на его цену. Эта легендарная машина в игре отличается хорошими характеристиками, а ощущения при игре на ней очень приятны. Так, свод её характеристики слева, молнии в топе его 11. Давайте посмотрим на его модули. Вот прокачка его модулей. Так, забыл радар прокачать. Радио мне и ПНВ на нём не нужно. Снаряды у него есть БС, БПС и ОФСР. Вот они тоже по одному уровню. И его камуфляжи доступны... Давайте я обскажу, вот такой вот мне нравится и... Вот такой вот. То есть два камуфляжа, которые ему подходят. Ну, давайте уже начнём обзор, собственно, этого танка. Сейчас будем пробивать его разными снарядами. Поехали. Первый снаряд у нас это БС. Вот я специально делал в фотошопе картинку с приблизительным уроном. Так, 77, 72, 68 и в боковину 81. Вот, собственно, в большом виде картинка. Слабо я потратил на это видео 3 дня. Так, бок у нас сверху на башне 68 и снизу где-то 74. Так, это всё снаряд БС. Вот, как видим. Так, дальше у нас идёт БПС. Вот, в башеньке у нас орудие и по боках гусля. Снаряд БПС, он пробивает броньку, он пробивает и гусеницу, и башню, и орудие, что самое главное. Но у него меньший урон, чем у остальных снарядов. Вот его минус. Вот, собственно, пробитие с БПСа. Передок Т-34. Теперь у нас БПС в бок. В башеньку у нас сносится где-то 60, в гуслю 65. Так. Ну, скажу ещё раз, преимущество БПСа это то, что он может сносить модули быстрее, чем любой другой снаряд. Теперь у нас БС в зад. В башеньку 77 урона где-то. В зад 70. Вниз у нас идёт 69. И по бокам 70-75. Вот, собственно, вся лома картинка. Так. БПС в зад. Башенька у нас 68. В зад 57. Снизу 60. И по бокам 64-55. Ну, урон мизерный, но... У вас есть шанс подстрелить ему движок. Вот, собственно, картинка. Это видео будет полезно как раз перед турниром на танках Т-34-85. Ветер победы, который пройдёт у нас в фан-клубе. Как раз у нас регистрация будет 9 мая, то есть завтра. Вот у нас урон уже ОФС. ОФС 50, 70, 50, 80, и по БК 64. Теперь у нас ОФС в бок. Так. Ну, ОФС, конечно, рандомный, очень рандомный снаряд. Вот мы вынесли ему 30 где-то в башню. В гуслиу 55, но вынесли БК. Есть ещё такие вот штуки, когда попадаешь и сносишь по 98, по 100 урона. Но, если честно, я до сих пор не пойму, как это происходит. Дальше у нас ОФС идёт в зад. Это в башню 40, в зад 55, снизу 50, и по боках тоже 50. И вынесли. Вот, собственно, картинка урона ОФС. На этом всё. Дальше у нас идёт показ модулей, можете посмотреть. И, собственно, участки брони сзади. И участки брони танка Т-34-85 спереди. Что же я могу сказать про этот танчик? Танк Т-34-85 очень манёвренный на своём уровне. Конечно, Т-54 ему закрутить не получится. Но, над другими танками можно поиздеваться конкретно. Вот, например, сейчас у нас идёт дуэль Т-34 против Т-34. У моего противника немного лагал интернет, поэтому ему не очень было удобно играть. Но всё же здесь видно тоже приблизительный урон. И насколько танк манёвренный, быстрый и бронированный. Все спрашивают, почему у него такая большая цена. 22 тысячи серебра, 1200 золота. Что это за танк такой? Он что, нагибатор какой-то? 11 молний? Да что-то тут не так. Характеристика у него мизерная, как на первом уровне. Но вот почему такая цена? Ну, я вам скажу сразу. Это танк-легенда. Он участвовал на войне. В общем-то, что я вам тут рассказываю? Идёте в гугл, читаете историю и понимаете, насколько этот танк силён и легендарен. Вот именно из-за того, что он легендарный танк, ему и сделали такую цену. В прокачке он будет вам где-то в тысячу... Нет, даже... Ну, допустим, около пяти тысяч. Это уже по максимуму, я так скажу. То есть, когда вы его купите, вам понадобится всего минут 10, чтобы насобирать на его прокачку. Ну, давайте уже подводить итоги насчёт этого танчика. По манёвренности танк стоит после Т-54. Да, наверное, он вообще на втором месте после Т-54 во всём. Потому что танк имеет в топе 11 молний. В то время как Т-54 вроде бы 18, если я не ошибаюсь. Но всё равно, если даже там чуть на одну молнию выше, там уже понятно, что в чём-то Т-54 будет лучше. Ну, какие у него будут сложные соперники на уровне? Это будет Дастер и топовый Т-54. Дастер мы сможем завалить за три патрона с ОФС. Вам просто надо будет его кружить, обманывать, чтобы он сильно много не успел вам нанести урона. В то время как вы его спокойно завалите. Т-54 же надо лупить БС, потому что ОФС рандомный и не очень сильно наносит урона. Ну, если игрок на Т-54 не сильно умеет играть, то без проблем вы его закрутите и убьёте. Также на танке Т-34-85 проводят бои на Лиге. Что такое Лига, я оставлю ссылочку в описании. Хотя, стоп. Меня же могут забанить за рекламу. Ладно. Я просто оставлю ссылку на группу Лиги. Ну, давайте уже будем заканчивать. Если вы хотите покупать этот танк... Завалил, как классно. В общем-то, если вы хотите покупать этот танк, я лично вам его советую. Он прорисован в этой обнове очень хорошо. Мне всё нравится. Камуфляж мне чёрный на нём подходит. Можете свой поставить. В обновлении уже был скриншот один там, вроде бы, в той же Лиге в группе. Его уже полностью обновили. У него уже сзади с двух турбин идёт дым. То есть в обнове он будет классный. Ну, будем заканчивать. Всем удачи. Всем пока.